МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня депутаты Государственной Думы почти единогласно решили закончить свой рабочий день на полтора часа раньше. В общем, разошлись они едва ли не в 4 часа дня. И все, чтобы поболеть за сборную России на чемпионате Европы. Ну что, поболели 2-1. А вам разрешили уйти домой пораньше ради такого события? Меня зовут Дмитрий Чашков. В итоге, здравствуйте. Нам есть, что с вами поговорить. Взлетно-посадочная полоса препятствий в проект реконструкции Рощина пришлось носить изменения. В чем причина? Делу время, парковки час. Уже месяц тюменцы пользуются платными стоянками. 15 месяцев можно стоять, так что я 15-й бесплатно подстаю. Удалось ли привыкнуть? Устроили сцены. Знаменитый на весь мир необыкновенный концерт, которому уже 70 лет показали в Тюмени. Подростковый минимализм. Мы хотели показать проектам, что доступная среда – это мы сами, и что не нужно искать помощи, допустим, от государства. История старшеклассника рассказанная и переосмысленная сверстниками. Ну и начнем с официальной повестки. Губернатор области с рабочим визитом находится в Тобольск. Программа насыщенная. В частности, сегодня Владимир Якушев и местные чиновники осматривали подгорную часть. В ходе объезда стало понятно, что набережную речки Курдюмки ждут большие перемены. Не особо бережно горожане к ней относятся. Да и по факту, место это для прогулок не популярно. Так что эти ажурные решетки и фонари лучше будут использовать в других тобольских скверах или дворах. Тем более, что городская программа ремонта дворовых территорий будет расширена. Всего 18 дворов у нас зашло в эту программу. Но все-таки договорились с муниципалитетом, что еще 12 дворов берем в работу. Сегодня окончательно это подтвердили. Финансирование на это нашли. И важно, чтобы вот эта программа, она тоже, ну, как бы началась на позитиве. Еще одна позитивная новость. Дополнительные средства выделят на ремонты двух улиц. Это вне программы. И в этом году смогут обновить крыши нескольких школ. Предстоит принять решение по реконструкции Дома творчества. Его сегодня тоже пустил губернатор. Цена вопроса 20 миллионов рублей. Сегодня вот оно способно принимать одновременно комфортно 45 детей. Значит, в случае проведения его, соответственно, капитального ремонта, мы сможем принять 800, 900, может быть, даже до 1000 юных табаляков. Ну, а позже на совещании чиновники обсудили ход программ капремонта и приселения из ветхого жилья. Что касается капитальных ремонтов многоквартирников, Владимир Якушев в интервью нашему Тобольскому Сапкору сегодня еще раз подчеркнул, эта программа может полноценно заработать только при активном участии самих собственников жилья. Такой комментарий дня сегодня получился. К сожалению, предыдущие капитальные ремонты, которые мы проводили в муниципальных образованиях, в рамках тогда, значит, софинансирования 95% финансировало государство, 5% финансировали сами граждане. И активности никакой не было, граждане не контролировали проведение капитальных ремонтов. И когда уже подрядная организация уходила с дома, начинались жалобы. Извините, а где вы были на тот момент, когда проводились эти ремонты? Ну, вот теперь сами граждане делают взносы. И хотелось бы, конечно, ну, во-первых, очень большая дискуссия была, зачем деньги собирают, для чего их собирают. И теперь, конечно, важно, чтобы активизация была со стороны граждан, чтобы они отконтролировали каждый рубль, который будет потрачен на капитальный ремонт. Поэтому, конечно, в основном этим будет заниматься региональный оператор. Значит, надзор, стройнадзор будет осуществлять муниципалитет. Но если граждане будут неактивны, то я боюсь, что замечаний к проведению капитальных ремонтов тоже будет больше, чем достаточно. В том, что Юг-Тюменская область и Ямал контролируют каждый рубль, вложенный в перестройку рощи, но сомневаться не приходится. Напомню, в смете на реконструкцию заложено 3 миллиарда 747 миллионов. Планы на воздушную гавань большие, как у нас, так и у наших северных соседей. Шесть лет назад пассажиропоток в аэропорту был 780 тысяч человек. Сейчас полтора миллиона. В будущем эту цифру хотят увеличить до 5 миллионов человек в год. Но для этого приходится проводить корректировки уже по ходу дела. С подробностями Александра Сосновская. Помните, три года назад. Но это ужас было. Кто старое здание поменет, тот его и перестраивать будет. На все про все у подрядчика осталось полгода и 628 миллионов рублей. В разгаре последний этап реконструкции. Заказы по материалам у нас все уже размещены. Что касается оборудования всего, размещены заказы. По графику приходят сентябрь, октябрь. И размещены заказы, центральный фасад. Проблем с финансированием нет. Проблем с оплатой стороны заказчика нет. Стараемся поддерживать качество выполнения их работы. На обновление Рощина уже улетело 3 миллиарда бюджетных рублей. Вип-зал готов, а вот к сектору внутренних авиалиний полноценно функционировать мешает международный. В утренние часы на досмотре скапливаются толпы недовольных. Развести потоки получится только после запуска правого корпуса, не раньше осени. Много возмущений у пассажиров вызывала система выдачи багажа. Теперь ее наконец-то наладили. После посадки через телескопический трап можно сразу попасть в терминал. Здесь открыт новый зал для выдачи багажа, а для транзитных пассажиров организован отдельный выход. Качественным сервисным обслуживанием в аэропорту обещают обеспечить и инвалидов. Сегодня на строительную площадку привезли специальные эскалаторы. После завершающего этапа реконструкции будем менять полностью схему движения аэропорта ручного, которая учитывает в том числе необходимые все внутренние мероприятия полным маломобильным группам. Это мы говорим о вывесках, размещении вывесок, о схемах движения и так далее. На привокзальной площади поставят 4 шлагбаума на въезд и столько же на выезд. В прежнем проекте их было 3. Корректировку провели по результатам мониторинга. За 5 месяцев 2016-го Тюменский аэропорт обслужил на 13 тысяч человек больше, чем год назад. Вместе с пассажиропотоком растет и число работающих вращено авиакомпаний. О них тоже позаботятся. На первой взлетно-посадочной полосе проведут большой ремонт. Последний капитальный ремонт в 2001 году был, и то частично. Поэтому аэродромные покрытия, плоскостные сооружения, они уже претерпели износ. На сегодняшний день необходимо поменять светосигнальное оборудование, доработать водосточно-дренажную систему и поменять покрытие. А пока в сложных метеоусловиях бортам приходится разворачиваться и улетать в Кольцово. А это неудобство для пассажиров и потеря средств для рощина. Выкидывать деньги на ветер, особенно сейчас, непозволительная роскошь. Александра Сосновская, Владимир Кондратьев. Суменское время. В некоторых случаях роскошью можно назвать и наши экспорто-импортные отношения с другими странами. К примеру, отечественный лес свезут за границу за копейки, возвращается он уже к нам в виде мебели по внушительной цене. Согласитесь, логики мало. Гости из Венеции, которые приехали в Тюмень, с этим согласны. Поэтому и предлагают открыть совместные производства. Впереди у них два дня поездок на мебельные фабрики нашего региона. В первую очередь проявляют интерес к эконом-сегменту. Однако термин «ДСП» на итальянский им так и не смогли перевести. А ведь древесно-стружечная плита так популярна у бизнесменов. Европейцы предлагают свое качество. И тут конкуренцию в ценовом сегменте поможет создать сокращение транспортных расходов. Для скрепления отношений итальянцы готовы на многое. Предприниматели области Венето одними из первых выступили с инициативой об отмене санкций. Завтра начинается Санкт-Петербургский экономический форум. И наш премьер-министр Матео Ренце приехал именно для того, чтобы снова выступить за отмену или окончание их действия. Ведь санкции отразились на всех. На Европе, на России, на Италии. Но наше сотрудничество затрагивает не только экономическую сторону. У нас длительные исторические связи в культуре и в образовании. Ну а чего? Мне казалось, что мы уже почти смирились с ними. Как-никак два года живем под гнетом и санкций, и антисанкций. Но ведь пригвигаешь не только хорошему, пусть и не быстро. Но вот городская администрация постепенно приучает нас к вполне мировому опыту платным стоянкам. Уникальная возможность припарковать машину в Тюмени за деньги действует уже месяц. Пик желающих заплатить 25 рублей в час пришелся на 1 июня. 126 автомобилей. Другими цифрами и фактами порадует моя коллега Светлана Зорина. Платное место пусто бывает. Власти подводят итоги, а водители до сих пор не могут привыкнуть к новшеству. Как показывает практика, не все тюменцы адекватно реагируют на то, что за парковочное место в центре теперь приходится платить 25 рублей. Некоторые возмущаются, ругают власть. Что ж, мы решили пойти на небольшой эксперимент. Попробуем на 40 минут поменять профессию. Скандалистов за это время не попалось, но вопросы задавали все. Куда все отправлять, подскажите. А вот можете пройти к паркомату, там все написано на информационной табличке. А там нет паркомата? В той стороне нет, вот только вот здесь. Но есть табличка? Я же могу без паркомата, я со мной скажу, брость. Да, 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 конечно. А я как, тогда как это быть? Можете вот либо подойти к этому информационному стенду, и там все подробно описано, либо к паркомату. Вот паркомат в той стороне находится, можете там уточнить. Так если платить, так поставили бы что-нибудь. Сейчас доплатите, а куда бегать? А что, деграми что-нибудь доплатить? Нельзя, наличными нельзя у нас. 15 минут можно стоять, так что я 15-го бесплатно подстаю. Круто, а сколько? В час 25 рублей. Прикольно, хорошо. А где это написано? Скажите, пожалуйста. А вот там знаки, то, что платная парковка, и получаются инструкции, плакаты там все объяснены. Классно, супер, прикольно, прикольно. А как вообще вы к платности относитесь? Ну, с одной стороны это правильно, потому что все равно у нас в городе как бы захламлены парковки по большей части, и надо контролировать этот поток. Ну, а с другой стороны, да, по-честному, все равно от этого никуда не деться. Впрочем, некоторые правила нарушают. Есть люди, которые не оплачивают парковки. Таких зафиксировано уже достаточно много, и 22 из них предъявлены штрафы 2,5 тысячи рублей. Нарушают чаще на придорожной парковке. Шлагбаум на плоскостной стоянке недовольных отсеивает сразу. Я думаю, что это недорого, и встали мы без проблем, не толкаясь нигде, вообще очень удобно. 25 рублей, не штраф 5 тысяч, по-моему, да, если эвакуируют. Ожидания организаторов оправдались. Уровень загрузки соответствует запланированному. Так что цену могут пересмотреть теперь уже через 5 месяцев, осенью. В это же время примут решение о расширении платного пространства. Следующая на очереди – придорожные парковки на Герцена, вплоть до Челюскинцев и на Ленина после магазина «Корона». Светлана Зорина, Сергей Жирдаков. Минская премия. Ну и немного статистики. В среднем ежедневно парковались по 328 машин на Ленина. Шлагбаум за месяц поднимался свыше 7200 раз. Причем те, кто предпочитал оставить свою машину на продолжительное время, пользовались как раз большой стоянкой. К нам присоединяется Анна Чеханадская. Здравствуй. Добрый вечер, Дим. Ну, всего своего особенного нрава, Дим, когда я слышу такую информацию, мне хочется узнать чаще, кого же наказали и за что оштрафовали. Я не могу знать, кого, но сколько? 22, Светлана сказала, да, нам. О нарушениях и наказаниях, пожалуй, начнем. Прямо сейчас и в обзоре СМИ я продолжу тему. Хорошо. В Тюмени уничтожили крупную партию украинских яблок. Об очередной запрещенной находке Россельхознадзора пишет Тюменская линия. Несколько ящиков со свежими фруктами, массой 52 килограмма и этикеткой «Страна происхождения Украина» инспекторы изъяли у частного торговца. Напомню, Украина включена в перечень государств, подпадающих под санкционные ограничения. Партию немедленно сняли с реализации и уничтожили на одном из полигонов ТБО. Яблоки раздавили бульдозером. В пришкольных лагерях в Тюмени детей теперь кормят по новым правилам. Новость публикует 72 РУ. В этом году в 10-дневное меню отдыхающих внесены изменения. В рацион школьника включено диетическое мясо индейки, капуста брокколи и витаминизированное молоко с коротким сроком хранения. С введением новых блюд в ежедневном режиме ведется мониторинг вкусовых предпочтений ребят. Еще одно отличие в меню детских лагерей дневного пребывания от повседневного школьного питания – это обилие свежих овощей и фруктов. Сколько стоит выпускной и как сэкономить на праздники этим вопросом задались наши коллеги из «Комсомольской правды». Автор материала отмечает, что в этом году девушки предпочитают брать платье на прокат. Такую услугу в Тюмени, кстати, предлагает порядка 10 салонов. Цены варьируются от 600 рублей, но это, конечно, говорит о том, что вещи побывало уже у нескольких девушек, и до 7 тысяч. Также наряд можно сшить, но это достаточно дорого. Цена среднего заказа – 20 тысяч рублей. До 50% придется отдать только за срочность. Причем сумма не включает в себя стоимость материала. Ну вот я вспоминаю свой выпускной, Дим. Я помню, что мне тоже сшили платье, но больше всего я запомнила свои туфли. Они были очень красивые, но жутко неудобные. И весь вечер, даже всю ночь по городу мне пришлось ходить босиком. А вот ты знаешь, на моем выпускном, когда мы гуляли по городу, за мной ездила черная «Волга». Интересно, почему? А потому что мы гуляли с дочкой депутата Тюменской областной думы. Ну тогда еще не депутата, но гуляли. Но не будем раскрывать всех секретов. Хорошо. Тебе большое спасибо. Спасибо, Дим. Я продолжу. В Тюмени сегодня прошел необыкновенный концерт. И большинство из тех, кто родился в Советском Союзе, прекрасно понимают, о чем я говорю. В третий раз в областную столицу привезли знаменитый спектакль театра «Кукол» имени Сергея Бразцова. Кстати, премьера состоялась еще в далеком 1946 году. Ну, видите, узнаете, наверное. Да, постановке уже 70 лет. Она пережила редактуру, которая обвинила авторов в очернительстве советской эстрады и отсутствии положительных героев. И в итоге стала самым известным в мире русским кукольным представлением 20 века. Ну, а также попала в книгу рекордов Гиннесса. Гостем программы сегодня стала актриса, которая уже без малого 40 лет играет в необыкновенном концерте. Ну что, давайте пройдем за ширмой и познакомимся с Александрой Горбуновой. Александра Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, была моя мечта из детства, на самом деле, попаясь на необыкновенный концерт. Сегодня с утра побывал. Но в моем детстве это было мечтой. Но сегодня было очень много детей. Как вы сами считаете, это детский концерт или нет? Спектакль? Ну, я бы сказала, не совсем, чтобы он детский. Раньше вообще при Сергею Владимировичу на этот спектакль детей младше 10 лет не пускали. Вообще. У входа в театр стоял педагог, у нас такая должность была. И детей маленьких. И во всех билетах было написано, что младше 10 лет дети на спектакль не допускаются. Вам приходится меняться по ходу спектакля, когда вы понимаете, что вся публика практически детсадовского возраста? Ну, в общем-то, да. Но, в принципе, текст, который в необыкновенном концерте, он совсем не детский. Совершенно, да. Поэтому его как не захочешь, но совсем не переделаешь. Текст необыкновенный, на концерт, говорите, что не детский. Но меняется ли он с годами? Конечно, меняется со временем. Каждый актер, который играет роль в этом спектакле, даже конферансье. У нас три актера играют конферансье в театре. И каждый из них играет по-своему. И каждый добавляет немножко свой текст, осовременивая его под себя. А при образцове так можно было делать? Да, конечно. Тоже спокойно. Зино Эфим Чгерт, который играл конферансье, он вообще, у него вообще были даже иногда в одном спектакле одна шутка, в другом другая. То, что он слышал по жизни, он добавлял. Но он человек был с необыкновенным вкусом и интеллигентный. Он это делал вкусно, как говорил Сергей Владимирович. Поэтому здесь должна быть у актера мера и чутье. Для мужчины, драматического актера, наверняка верхом вообще своей профессии будет сыграть Гамлета. Для актера театра кукол есть вот какая-то такая планка, к чему все стремятся? Так сложно сказать, потому что в кукольном театре очень мало главных ролей. Вы знаете, очень мало. В основном, и потом у нас принцип работы театра в кукольном, это взаимовыручки. Например, в необыкновенном концерте я играю роль, дрессировщицу, а в следующем номере я делаю ручки-ножки. Я понимаю, что есть голоса, которые слышим, микрофоны, да, то есть это общение персонажей. Но есть фонограммы. А этим фонограммам лет-то сколько уже? Кто эти самые герои, которые поют за участников концерта? Многие из них работают до сих пор у нас в трубе. Если нет оркестра, мы не можем петь, понимаете? А сейчас оркестра в театре нет. Голоса все эти записаны. Вот у нас до сих пор актрисы работают в театре, которые в цыганах. Колоратура поет, до сих пор в театре работает. Если бы был оркестр, который бы сидел на сцене и играл вживую, то мы бы пели и хор цыганский. У нас очень много поющих актеров. Потому что в свое время, когда Сергей Владимирович принимал актеров в театр, ну и до сих пор, актер обязательно должен быть музыкальным и хотя бы уметь петь там. У артиста театра кукол должна быть какая-то отдельная физическая подготовка? Ходите в спортзал? Ну вот это же целый час, полтора, два продержать тяжеленную куклу. Я хожу в бассейн почти через день и плаваю 40 минут без остановки. Профессионально брасом кролем. Ясно. Большое спасибо вам. Спектакль театра Образцового в Тюменском театре кукол будет показывать еще два дня. Успевайте сходить на легенду. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на Ютубе и в группах «Тюменское время» в соцсетях, Фейсбуке, ВКонтакте. Перейдите новости из районов, после вернемся в студию. Нам еще есть о чем с вами поговорить. 630 метров дороги отремонтируют в Галышманово. Капитальная реконструкция подвергнута улицу Вокзальную. Уже проведена подготовительная работа. Вместе со строительством основной дороги обустроят и съезды к домам. К 17 усадьбам уложат по 8 метров асфальта бетона. В Туртасе отремонтируют многоквартирный дом, который начал разрушаться всего через два года эксплуатации. В трех квартирах уже заменили пол. Напомним, в мае один из жильцов со второго этажа провалился к соседям. При строительстве здание несколько месяцев стояло без крыши, полы прогнили и превратились в труху. В Упоровской агрофирме «Крем» на днях начнут убирать урожай редиса. В день не менее 200 килограммов. Через две недели агрономы приступят к сбору зеленого лука, укропа и петрушки. Огурцы посадили на 60 сотках. Позже площадь доведут до гектара. В Казанском районе действуют инвестпроекты в сфере досуга и отдыха. Так, в границе заброшенной деревни Поровлянка предприниматели возводят гостевые дома. А в администрации продумывают программу многодневного сплава по реке Ишим до горы Кучум. Ну а вот тюменские юные журналисты придумали свой проект. Я бы назвал его проектом добра. Небольшое релическое отступление. Недавно гостем программы ТСН «ТОГИ» была директор Центра «Особый ребенок» Нина Демьяновна Нижеборская. И мы с ней рассуждали о том, как меняется наше отношение к инвалидам. Вы знаете, меня зацепила одна мысль. Взрослых исправить трудно. Как дистанцировались от проблемы, так и будут продолжать. Зато есть надежда на новые поколения, выросшие на других примерах, увидевшие иностранный опыт. Ну а вот, кстати, тот самый пример из жизни от Ларисы Соловьевой. Здравствуйте. Обычное дело прийти в гости к другу. Только эта дружба завязалась необычно. Детская школа журналистов искала героя для съемок. Кто-то вспомнил мальчика из своей школы. Так нашли Кирилла в соцсетях. Написали как могли. Эта история уже стала настоящей байкой. Сначала я вообще воспринял, как это какой-то лохотрон. Вы уж простите. Просто сначала просили не игнорить. А почему не игнорить-то? Это было несколько странно. Ребята оказались самыми обычными. А Кирилл и правда находка для журналиста. Он мечтает стать юристом и пишет детективы. В этом и его любовь к праву, и к литературе, и к истории. Произведения получаются про себя. Главный герой – подросший Кирилл Синихин. Только без этой штуки. То есть нормальный, здоровый уже оформившийся человек. То есть открывают свое дело, свою частную контору. И, соответственно, уже начинается отдельное расследование. То есть каждый роман – отдельное дело. Приключенческий детектив с поворотом на археологию. Первый том написал еще несколько лет назад. Сейчас в работе продолжение. Но дело идет медленно. Отвлекают экзамены. Кирилл с детства борется за свое здоровье. До седьмого класса ходил в школу, а последние два года из дома выходит нечасто. Болезнь приковала к инвалидному креслу. В своей комнате, он предпочитает называть ее рабочим кабинетом, подросток проводит большую часть своей жизни. Коллекция шариков из разных городов. В большинстве из них Кирилл только мечтает побывать. Высоцкий – дань любви к авторской песне. И, главное, гордость – собранные конструкции из лего. Каждый собирался просто вот такими вот руками. То есть нервов потрачено не с честь. Вот. Вот в работе, видите, тоже очередной экземпляр. После девятого класса Кирилл мечтает снова ходить в школу и заниматься не дома, а в коллективе сверстников. Мечтает сходить в театр. Да и такая обычная для кого-то прогулка с друзьями в жизни подростка случается нечасто. Свой фильм про Кирилла ребята так и не сняли. Пока. Но их знакомство уже давно вышло за рамки проекта. Мы хотели показать проектам, что доступная среда – это мы сами. И что не нужно искать помощи, допустим, от государства. Вот эти пандусы, по которым они могут… Ну, мы сами можем помочь человеку, если мы этого хотим. И пусть проект не реализован на пленке, зато реализован в жизни. Лариса Соловьева, Алексей Безделов. Тюменское время. У меня к этому часу все новости. Завтра будет новый день, новые события. Нам будет о чем с вами поговорить. Судья работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»